так продолжаем про ущербы продолжаем про ущербы ущерб посчитать можно просто почему это не делает никто потому что если например начинает считать ущерб окружающей среде от того или иного тогда объекта то этот ущерб фактически убьет всю финансовую модель и кстати кстати это неплохо но как как переговорная позиция она очень неплохо отработала как переговорная позиция она не по очень неплохо отработала в кыргызстане сколько-то там лет тому назад еще при предыдущем приз дети тамбаеви а я в кыргызстане тоже есть то всякрой 100 паспорт я налоговый резидент если я налогу резиден interests раны значит я заинтересован fame и и устойчиво устойчивости в ее развитии наши налоговый резидент т.е. я узбек стани� кыргызстан но и и я не просто так об этом сказал. Когда я попал на одно из мероприятий, которое проводил ОБСЕ при Кыргызстане, и когда мы закончили официальную часть за столом и перешли к неофициальной части за другие столы с бокалами, все русскоязычные товарищи говорят, что вы так Кыргызов-то так настроили по поводу кумтора, это месторождение золотоносное. Я говорю, послушайте, вы же в курсе, вы же знаете, что я Кыргыз? Я говорю, аналоговый резидент. Я говорю, знаешь, я Кыргыз. Они говорят, ну допустим. Я говорю, вот смотрите, сколько-то лет тому назад, когда этот проект запускался, люди, которые запускали этот проект, они воспользовались безграмотностью, ввели в заблуждение. А раз уж ко мне обратились за консультацией, тем более бесплатная консультация, как же мне с правительства Кыргызстана брать деньги за консультацию. Я им на пальчиках объяснил, как их, где их, и где им, и почему, и как из этой ситуации выкручиваться. И они, собственно, потихонечку-потихонечку начали эту историю, начали и не докачали ее до конца. Любого процесса должен быть оператор. Поэтому бесплатные консультации не работают, Егор? Не, не так. Советы не работают, поэтому. Ну, наверное, но у них получилось все равно долго, как бы там, ну так или иначе. С ошибками, с опытом, ну как бы. С ошибками, понятно, что там могло бы быть все по-другому. Но я сейчас к чему говорю это все? У нас же история не про меня, а про все-таки про ущербы, но все же. И основная претензия как раз была выставлена основному из собственников этого месторождения Кумтор, канадской, канадской части стране как раз, что действие привело к ущербам. Ущербы, которые, именно ущербы экологии. И, собственно, вот на этой они эти ущербы посчитали и предъявили. Почему? Потому что, собственно, и в чем коллизия-то была? Когда я объяснил, где их обманули, они попытались с канадцами тогда еще найти общий язык. Вышли в переговорный процесс, и канадцы сказали, ну окей, 10 миллиардов долларов платите нам и забирайте ваш Кумтор. Ну, понятно, что там 10 миллиардов долларов, как бы, да, там, наверное, на тот момент был весь бюджет Кыргызстан, как бы, да. Ну, то есть, как бы, да, при том, что это изначально их и на их территории, да, там, вот как-то так. Поэтому они пошли через ущербы, и нормально они откачали позицию. И здесь вот как раз вот эта вот история про ущербы, она, наверное, должна быть все-таки еще и про здравый смысл, потому что, еще раз говорю, если рассчитывать все ущербы, то ни одна финмодель не построится. Ну, это риск, ну, это просто, ну, как бы, в риске. Риск нанесения ущерба такой-то, процент такой-то, контрольные действия такие-то. Да. Ну, это вот как раз именно про действия, связанные с территориальным, с территориальным развитием, когда появляются объекты инфраструктуры, когда ведется там какие-то сельскохозяйственные работы, несельскохозяйственные работы, и прочее, прочее, прочее. У нас, на самом деле, очень большой объем почв просто деградирует, да, там, из-за того, что некорректно, некорректно используется, как бы, да, там, то есть применяются там много химии там и прочее, прочее. С кого спрашивать, да, вот вопрос теперь. Ну, вот, но это процесс идут. Вот можно спрашивать, ну, как бы, там, понимаешь, уже ни с кого не спросишь, если уже, как бы, вот мы в том находимся, в состоянии, в котором находимся. Но это же не говорит о том, что не надо пытаться восстанавливать эти почвы, да, надо, да, то есть, и вот теперь вопрос, да, то есть, мы же понимаем, что, например, восстановить полдородие почвы, это история, которая растягивается во времени. Это история, в которую нужно вкладывать много денег. Частный бизнес, он просто себе не позволит, потому что, ну, как бы, эффект от этого он в лучшем случае получит там его дети. В лучшем случае, да, его дети, как бы, вот. Но вот чья это ответственность? И поэтому вот, поэтому мы должны работать с государством как системой, и поэтому это собиралось, как вот такая единая целостная конструкция, как бы, да, там, которая, понятно, может не руководствоваться только экономической целесообразностью, но в том числе и здравым смыслом, да, то есть, поэтому экономика – это все здорово, конечно, понимаешь, она базис, первый закон философии, да, экономика – базис, все остальное – настройка. Ну, вот, это же не я придумал эту. Но есть история про здравый смысл, как бы, там. Она, а про здравый смысл – это иногда выходит за рамки экономической целесообразности, либо становится вообще экономически нецелесообразным. А вот, а если, как бы, мы эту историю растягиваем во времени, и неважно, правнуки это или внуки, или дети, как бы, да, там, и мы понимаем, что там условно, ну, я просто, раз уж как пример приводил, и раз уж мы восстановили, да, плодородие этих почв, то получается, что эта территория через какое-то количество времени может приносить доход через использование ее в качестве, да, инструмента для проведения земледелия. Ну, то есть, получается, что… А государство-то в этом заинтересовано, чтобы вообще в так вот, в долгую сыграть? 150-200 лет, чтобы восстановить плодородие, почв? А придется. А придется. Я просто к чему это спрашиваю, потому что мы здесь с фитнес-отраслью недавно встречались, ну, в общем, там, с представителями ассоциаций, и я им говорю, вот, хорошо бы сделать то-то, то-то, то-то. Они говорят, у нас государство, как бы, все время считает выпадающей доходы. То есть, если мы с числами, с фактурами придем к ним и покажем, как они заработают, то есть, сейчас они потеряют, где они потом заработают, ну, как в виде налогов, отчислений, то типа, да, это интересно, как бы, они в это пойдут. А так, говорит, это абсолютно бесполезная история. То есть, то есть, государство такой же участник хозяйственных процессов, как и мы с вами, предприниматели. Чисто цифры, чисто вот здесь вкладываешь, там получаешь, здесь, значит, потерял, там заработаешь. Но, как бы, вопрос в том, насколько стратегически далеко смотрит само государство, да? У нас вот планы, вы же в прошлый раз говорили, там три года, все. А дальше чего? Вот, но все-таки у нас же появился в прошлом году 633 указ, Владимир Владимирович, о стратегическом планировании, он появился, как бы, да? И, как бы, вот, ну, я имею право на него тоже ссылаться, как бы, да? Потому что я про стратегическое планирование. Да, может быть, все просчитать досконально технически невозможно, ну, потому что невозможно, да? Надо оставлять какой-то люфт вот на гипотезы. Но придется, но придется, вот придется играть в долгую. Потому что если играть как бы в короткую, ну, мы так и будем вот в этих перебежках находиться. А это... Критивные экономики. Ну, в том числе, в том числе. Ну, экономика вся перестроится, существующие, мы же об этом говорили, существующие правовые модели себя дискредитировали, существующие, там, экономические модели себя тоже дискредитировали. Поэтому, ну, вот, как-то так. А как оно должно быть и как вот, как должно быть, как надо, и как вот найти истину, это процесс. Это как раз на это время потребуется. Я же не просто так говорю о том, что мы, вот, мы не транснациональная, как бы, корпорация в классической модели, мы не кооператив, да? Хотя там внутри, внутри инфраструктуры я смог себе позволить применять различные модели, которые свойственны для кооперации, например, да? То есть там, ну, просто не называясь кооперативом. Я применял модели, которые свойственны для транснациональных корпораций, как бы, ну, потому что вот так. Но так как истина сейчас, истина, вот, это вопрос очень такой, да, философский, поэтому и нужно было создать одну точку, где все могли бы договориться. Все, вот, ну, потому что все же пытаются договориться беспредметно. Вот. Ну, вот, да, и камни еще в другую руку кидают. А если есть предмет, если есть субъект, который становится предметом этих договоренностей, то договариваться-то проще становится. Когда ты берешь листок бумажки и складываешь 2, плюс 2, плюс 2, плюс 3, минус там 1, не важно сколько, да, ты, то это вот, это то, что может стать предметом для поиска вот этого компромисса, договоренности, там, да, каких-то единообразных условиях, единообразных. Я же не просто так говорю, что вот я кыргыз, там, узбек, да, то есть единообразных, которые независимо от специфики, от территории, от национальности, там, как бы, от местных укладов. Не, мы про цифры. Вот, давайте просто цифры посчитаем, и везде будет одинаковая цифра. Вот, я не помню, мы вот там трансграничную торговлю обсуждали, не обсуждали. Еще нет. Ну, по-моему, останавливались так вкратце. Но когда вот, опять же, там, мы отрабатывали и в рамках реализации доктрины продовольственной безопасности, я же там с разработчикой этой доктрины, я там предлагал модель администрирования встречных потоков. Но я говорю, я не точка прибыли, я администратор. Вот, у меня нет добавочной стоимости, я администратор. Я диверсифицирую риск, я управляю поставкой, я провожу трансграничные крейлинговые зачеты. Нормально? Нормально. Вот, да, понятно, что такие модели, вот о которых я сейчас говорю, они фактически выбивают всю прослойку транзитеров. Ну, они просто выбивают ее, как бы, да, там. Ну, все, время закончилось. Субтитры создавал DimaTorzok